Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Она явилась и зажгла. Именинница прибыла. Как выяснилось, в ресторане она отмечать день рождения не хочет, категорически. Ее вполне устраивает квартира бабы Тани. А бабу Таню, ну если ее найденные сумки всегда устраивали, значит должен устроить и день рождения. Да бабке наоборот, в кайф. Она хоть отожрется. У нее в холодильнике уже 55 мышей повесилось. Она уже на колбаску магазинную переключилась. Она поэтому и согласилась на эту всю авантюру. Яся, как выяснилось, плохо готовит. Колбаски Надиной гораздо вкуснее. Надо, чтобы только Надя навертела их ей как можно больше, чтобы хватило на более длительный срок. А то ну что такое? Надя ей приготовит на один зубочек и все. Но теперь у бабки пустой холодильник. Я думаю, что Надя его заполнит. Приехала она, довольная, улыбающаяся. Севка устроил ей этот визит, значит она нужна. Чего ей плакать? Пусть даже для контента. Этого ей более чем достаточно. Надя приехала, сидит на остановочке, ждет, а Севка задерживается. Наводит марафет. Ходил к барберу. Ну вот он приехал. Она увидела его машину, соскочила, схватила сумки, тащит сама. Видно, что сумка тяжелая, еле несет. Попытался Севка, уж было у нее забрать эту сумку, не отдала ни в какую. Вот делать нечего человеку. Да пусть бы Севка тащил, не поломался бы. Надя едет ему делать контент, еще и сумари прет. Вон, я себе уже начала предъявлять Севке счет. Спрашивает у него, ты сколько на мне заработал, а? Эта клювом щелкать не привыкла. Она уже примерно прикинула, сколько стоит контент, который она ему предоставила. И уже начинает спрашивать. А ну-ка, признавайся как на духу. Насколько тебе удалось обогатиться за мой счет? Она уже прикинула, сколько стоит контент, который она ему предоставила. Она когда дуру гонит у себя на канале, она же на этом зарабатывает. Севку она, конечно, раскрутила, насколько смогла. Но я думаю, что ей этого показалось мало. В принципе, можно было и больше. Но я думаю, что она своего не упустит. Когда она приедет в этот город еще раз, она постарается. Приложит максимум усилий. Либо не видать ему контента от нее, как своих собственных ушей. Даром кривляться она не намерена. Ну а что в самом деле? Конечно, Севка автор канала и большую часть должен получать он, как создатель этого контента. Но все-таки люди, которые появляются у него в видео, они ведь разубоживают этот контент. Ну хоть какое-то разнообразие. Представьте, если бы он снимал только себя и мать. Ну было бы скучно. А так, когда-никогда сытники мелькают. Надя, Зина, теперь вот Яся. И все такие разные. Вот этим-то и интересен сериал Севки. Жалуется Надя. Вот начались проблемы со светом. Такое ощущение, что он на облаке живет и не понимает. Но вот откуда сейчас у них проблемы со светом? Вроде бы не зима, говорит Севка. А со светом такая напряженка получилась. Все вроде бы хорошо, прекрасно и замечательно. Ну так, знаете, вдруг ни с того ни с сего стали отключать свет. Все равно они продолжают сидеть в стримах, даже на темную. Что он так переживает? Ну да, понятное дело, что неудобство. Но все-таки надо же понимать, что в каких условиях, в какой ситуации вообще находится вся страна. А он переживает только о том, что свет у него стали отключать. Видите ли, неудобство. Война войной, а игры идут по расписанию. Далее стал жаловаться Наде, что у него садится зрение. Такое ощущение, что он в принципе ждал Надю для того, чтобы пожаловаться. И свет отключают, и зрение-то у него садится. Теперь нужно ему менять линзы в очках. Доигрался. Ему прописали эти очки, чтобы он в них ездил. А они ему так понравились, что он начал ходить в них, не снимая. Зрение, естественно, стало падать. Мамки не жалуются. Он понимает, что той по барабану на все его проблемы. Ну вот приехала Надя, к которой можно пожаловаться. Надя ведь она же единственная, с кем он может поговорить по душам, пожаловаться, посетовать на что-то. Только Наде он и может пожаловаться, как ему тяжело работать в театре, какие у него трудные роли и как их много на него одного бедненького. Вот только он один там и работает. Если какая-то проблема со здоровьем, он тоже жалуется Наде. Похоже, что он действительно воспринимает ее как маму, которой у него-то по сути и нет. Спокойно ехал всю дорогу с Надей, общался. Обычно он не успеет увидеть Надю, тут же начинает ее дергать. В этот раз после Яси ему уже не хочется сходить с ума. Умотала она его конкретно, он до сих пор не отошел. Ну что, Надя, рассказывай, что там с Олей? Ее хозяйством? Набрехала? Нет, говорит Надя, Оля уехала. На хозяйстве остался Петя. Они с бабкой так интересно рассуждают. Если Оля держит только кур и уток, значит это не хозяйство. Ну то так и. Хозяйство это свиньи, коровы. Если бы у Оли были свиньи и коровы, тоже сказали бы, да это шо? Вот если бы Оля слона держала, ну тогда было понятно. Ну, я согласна, что свинью и корову держать гораздо сложнее, чем кур и уток. Но все-таки это тоже считается хозяйством. Их тоже нужно кормить, поить, после них нужно убирать. Меня интересует другой вопрос, который Севка не задал. А у меня он сразу возник в голове. А кто остался смотреть за Надиным котом, если Оля уехала? История об этом умолчала. Надя все-таки закрутила контент, да? Типа, Оля уехала, я не приеду, так что не ждите меня. А потом сидела, качала ножкой и ждала. Когда же Севка начнет ее бомбить и уговаривать? Ну и все-таки дождалась. Конечно, этого Севка никогда нам не покажет. И голосовые в связи с этим не поставят. Зачем? Ему это невыгодно. Гораздо проще, чтобы все шишки падали на Надю. Вот она опять в наглую прется, едет, лезет. Хотя отлично люди понимают, что Надя не может сама собраться и приехать. Только если ей это позволит Севка. Едут дальше, болтают, болтают и доболтались до гробиков. Я первый раз такое услышала, что после Пасхи ходят на кладбище и называется это гробики. Надя, кстати, выкладывала фотографию себя в ТикТок. Могилки родителей прям такие ухоженные. Столько посаженных цветов. Баба Таня за могилками своих родителей вообще не ухаживала. Вот только сейчас они начали ныть, что нет возможности их посещать. А когда такая возможность была, никто ведь из них туда не стремился. Ни сама Баба Таня, ни Самвел, ни Ира. Никому там вообще нечего было делать. Они и сейчас не собираются, чтобы помянуть. ТВшка уже в датах путается. Кто когда родился, кто когда помер, так ведь неудивительно. Это же ненужная информация со временем из памяти стирается. А Надя, я смотрю, ходит, ухаживает за могилками. Ну, стала она рассказывать, что приехали родственники. И тут Севка вспомнил дела давно минувших дней. Вроде бы успокоился, но контент замутить надо. Хоть какую-то такую интригу. Много лет назад Надя так отчаянно приглашала Самвела с Колей и Юлей к себе. И вот вроде бы ей удалось заманить к себе на день рождения. Уже все было заказано. И ресторан, и гости были приглашены. И тут выясняется, что в этот день эта несвятая троица приехать не может. И Надя начинает и ресторан, и всех друзей и родственников подстраивать под Севку. Ей так неудобно, что Севка об этом сейчас вспоминает. Ну, конечно, косяк у Нади тут был конкретный. Надя же буквально показала, кто на ее празднике главный гость. А потом еще и сказала, что да, это мои самые дорогие гости. Ну, конечно, дорогие. Что с тех бедных родственников Наде можно взять? Ну, то ли дело с Самвел. И развлечения круглый год. И выгода финансовая имеется. И весь мир узнал, что есть на свете такая Надя. А то так и прожила бы всю жизнь без вестности. А знаете, вот вроде бы так подумаешь. Ну, как бы все-таки родственники есть родственники. А чужие это же все-таки чужие. Но как-то поднималась у меня на канале эта тема. И выяснилось, что очень многие родные, братья и сестры, перестали общаться друг с другом после смерти родителей. Вот пока были живы родители, люди так конкретно писали. Мы общались. Но как только не стало родителей, все. Разбежались. И даже не созваниваются и по праздникам. А вот вроде бы сказать, ведь родные же, росли вместе. Столько, по идее, у людей должно быть общих воспоминаний. А оказывается, родственных уз нет, привязанности нет. Выросли, разбежались. И никто никому нафиг не нужен. И на самом деле, не так уж и редко бывает, что чужой человек становится роднее родного. Я сейчас не про Надю и Самвела. Там, конечно, никаких родственных чувств близко нет. Я, в принципе, про то, что такое в жизни случается сплошь и рядом. В основном сейчас все построено на выгоде. Я недавно в обзоре говорила, что Зина, что Надя. Они ведь не взялись помогать какой-нибудь одинокой бабушке. А крутятся именно возле бабы Тани, которая, по идее, в их помощи не нуждается. Почему они там крутятся возле нее? Надеются на плюшки и получают их. И обе, что Зина, что Надя, выражают недовольство поведением бабы Тани. Они ведь это уже не скрывают. Ой, хоррад, ой. Но ни та, ни другая не исчезают, не оставляют ее. А все потому, что они сблизились с ней только ради выгоды. Поэтому и продолжают терпеть эту самодуру. Только ради себя, ради своей выгоды. Поэтому им плевать сейчас на все, кто и что про них пишет. Все равно. Самое главное – получить то, ради чего они здесь появляются. Спрашивает Севка у Нади. Ну че, как тебе, Яся? Нормально, хороша. Ой, не лги. Ой, не лги, Надя, царю. Севка говорит, затмила Яся всех. Как сказать, как сказать. Надя так смешно это сказала, прям еле слышно. Как сказать. Но скривилась. По лицу сразу было видно, что Надя так не считает. Никого она не затмила. Какие все-таки бабы дуры, а? Вот хоть кого взять из окружения Самвелла, которая влезла к нему. Надя, Зина, Яся, Марина, которую тут же также вспоминал Самвел. Вот они прут против друг друга. Они что делят? Я даже не спрашиваю, кого. Я спрашиваю, что они делят. Вот это чудо в перьях, которое неделимо, топят друг друга, ведут себя как ненормальные. За глаза, в глаза гадят друг другу. Какой же это бред. Каждая из кожи вон лезет, чтобы превзойти соперницу. Причем стараются все четверо. Марина-то выучила всю Википедию, чтобы поразить своей ученостью. Как загрузит севку информации, что его пентиум не выдерживает и начинает дымиться. Тоже приезжала. Тоже как же начинала. Приезжала за бабкой смотреть. Правильно питать. Хлебную тарелку ей привозила. Икру ведрами таскала. Учила, как эту икру надо есть. Готовила ей. Надя-то тоже начала использовать свои кулинарные способности. Кто на что гораст. Кормит и бабку, и сына. Зина бабку облизывает с головы до ног. Моет ее. Вот это все между пальчиками. Трусы ей стирает. В постельку свою укладывает. Еще и на вы величает. Хотя сама старше нее. Мусор выносит. В магазин бегает. Навьючивает на себя эти продукты. Тащит на пятый этаж. Хотя самой тяжело. Сама инвалид. Яся чуть из себя не выпрыгнула. И грудь оголяла. И штаны снимала. Показывая свое нижнее разнобойное белье. Я так понимаю, у нее ни одного комплекта нижнего белья нет. Сколько бы она себя не показывала. Постоянно разнобой. И тоже к плите встала бабки готовить. И посылку ей продуктовую отправила. Тоже вроде бы начала, знаете, к бабке примазываться. Приезжайте ко мне в гости. Все, жду прям. Скучаю, не могу. Баба Таня, приезжайте. Будете дорогой гостьей. Все четверо были обосраны зрителями. Но стерпели. Ни одна не ушла. Раз уж удалось попасть в эту мясорубку, они будут крутиться все вместе. А Севка? А че Севка? А ему пофиг на всех. Он просто тупо зарабатывает деньги. На каждое из них. Вот и все. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.